Всем привет, дорогие друзья! Очень рада вас всех-всех-всех видеть. Только вернулись со свадьбы, точнее я вернулась, потому что мама не ездила. О, привет! Привет, родная, здрасте! Очень крутая была компания у нас там. Знаете, даже не было ощущения, что нас снимают. Я даже в какой-то момент подошла к Майе и спросила, ты была на свадьбе, самое красивое, спасибо. Я спросила, что у Майя в какой-то момент, слушай, говорю, скажи, пожалуйста, это будет эфир на свадьбе или нет? Потому что обычно, знаете, как-то переснимают по 10 раз. Говорят, давайте стоп-кадр, надо заново, еще что-то. Заметила с Серегой в машине, привет, приходи на дом 2. Все может быть, такие предложения поступают, естественно. До скольких часов вы будете 24 августа? Приходите 24 августа, пожалуйста, все в парк. Как вы, как сам адекватный из всех участников. Захарьяш покорил тебя? Нет. Меня Захарьяш не покорил, это вообще не мой типаж мужчины, хотя он мне и после свадьбы писал, и вчера мне писал, вот, и на свадьбе от меня не отходил. Но мне такие мужчины не очень нравятся. Хотя он парень прикольный, харизматичный, хороший. Кто сломал кровать? Слушайте, Майя, по-моему, уже это выложила в сториз, кто что сломал. Поэтому... Зачем вы мне задаете эти вопросы в лишний раз? Мне нравятся парни другого типажа. Мне нравятся парни семейные, домашние, скромные и достойные. Так, что еще вам нужно сказать? Так, Серега же с Настей вместе с Черкасовой была самая роскошная. Она была, правда, очень красивая. Умашлит именно в твоем вкусе, да. Платье нереальное у тебя было. Спасибо большое. Но я, знаете, в нем просто измучилась, потому что мне было настолько жарко в нем. Я была вся мокрая. И я пошла сразу переодеваться. Практически через сколько? Через минут сорок. У меня Марина Африкантова умоляла, пожалуйста, не надо, не надо. Посиди еще в этом платье, потому что очень красиво смотрится. Я говорю, ладно, Марина. В итоге... Три дня свадьбы гуляли, да. Три дня гуляли свадьбу. Вот. Кто разбил пирамиду шампанского? Это было, когда я вошла. Когда я только вошла. Это пирамида разбилась кто-то. Может, ты красотка. На проект обратно не хочешь. Посмотрим. Много народу было. Народу было человек, наверное, 60, но все свои. Все свои. У Майя было 4 наряда роскошных. Первое платье было со шлейфом, такое, спортивное, более. Второе было роскошное, белое. Третье было у нее красное для танцев, с камнем Саровске. Четвертое – сиреневое. Держалась круто. Нет, я держалась с трудом. Я вот вам клянусь. Я просто практически все прокляла от того, насколько мне было жарко в этом платье. Захарьяш, некрасиво себя вёл спинчук, оскорблял, распускал руки. Я ничего этого не видела. Мария, это разве нормально разводить леди, кто разводит? Я потеряла. Ты за Борисевич общаешься? Да. К Литвину нужно тебе идти. А куда мне к нему идти? Брянская поймала букет. Да, я даже не видела, если честно, когда букет летел. Я стояла, ждала, но он пролетел мимо меня. Выглядело шикарно. Спасибо. Саймон был один, но Настя тоже была там. Её позвали. Вот так вот. Там далеко не все, кому 26. Саймон с Настей вместе? Нет. Ты была шикарная свадьба. Спасибо большое. Я вначале, знаете, подумала, что слишком чёрные глаза, но потом привыкла. У меня было два наряда. Ой, привет, Вадим. Надо к тебе прийти. Давно я не курила у тебя кальян. На дом 2 не хочешь? Всё может быть. Май, тебе, наверное, было жарко. Такое плотное. Да, она со странной подкладкой. Она смотрелась, но очень круто. Маша, привет. Майя и Лёша шли с проекта? Нет, конечно. Они уже сегодня в 3 часа дня вернутся на проект. И скоро летят в свадебное путешествие. Ой, какое счастье. И ещё бы. Какую бы свадьбу ты хотела? Я бы, наверное, расписалась и улетела отдыхать. Я уже на... Как это называется? На такие подвиги не способна. Хотя... Но ты была звезда. Реально. Особенно твой взгляд. Спасибо большое. Мне очень приятно это слышать. Нет, я просто уехала вчера ночью, а все остались до утра. Многие. Маш, ты хочешь выйти замуж, да? Ну, это глупый вопрос. Естественно, потому что... Маша, ты забыла? Я тебе забыла сказать, Маша, вчера ты приехала туда? А? Мы с мамой сразу... Ой, мам, да, это мне посылка прочитать, даже не забыла. А никак не могу налюбоваться на Черкасовых. Они, да, очень крутые ребята. Так, бегом с мамой на дом 2. А Литвинов не с Брянской? Нет. Маш, вообще, очень интересно. У тебя с Литвиной очень хорошо посмотрели. Спасибо. Мария, была очаровательна свадьбе, впрочем, как всегда, насчет заключать. Да, он веселый, чувствуем его. Наверное, я честно скажу, он перегнул палку, потому что он подошел ко мне. В какой-то момент очень сильно завелся. писал у меня за шею, и у меня искры посыпались из глаз. Да, ты мне написала. Я думала, что я сознание потеряю. Брянская целовалась с Шелеком. А там Шелеком был? Да. Я его не видела ни разу, ни разу. Маш, положи сюда. Маш, положи сюда. Сережа, тоже смотритесь, которые букеты майды. Короче, главное, чтобы эти не заступила не про фокус счастья. А с кем счастья? Он был пьяный просто. Да, Серега был пьяный. Мам, что не открывайте, пожалуйста. Хорошо, тебе. Закрытай. Я подарила Майя с Лешей вот такой вот букет для десерта и доллара. Давай, как это открыть? Ну, Маша, ты умничка. Я тоже, по-моему, очень скучала. Тата, не позволю, нет. Это очень красивая. Спасибо. Мне так приятно. Нет, орать наибице, поэтому... Маша, о чем там все? Я пришла на, а? А? С тобой счастье. Мы баклажаны вместе готовили. Нет, коррекцию волос я, к сожалению, не сделала к большому. Потому что Карина улетела. Мань, тебя никто не зацепил на свадьбу. Я думала, Витёк. Ой, господи. Маня, ответь, пожалуйста, почему в дирекции отвечаешь, Маша? Дима, тебе понравился? Какой Дима? Какой Дима? А кто это Дима? А кто это Дима? Я не знаю, кто это такой Дима. Он может Рапунцель. Я боюсь подумать. Это не смешно. Нет. Ты такая звезда была просто умереть. Маша в свете будет бы красивый парень, но... Все может быть. Да, я посмотрю. Что мне привезли? Безболезно. Не посмотрим. Маша, жалко коробочку у меня ломать, конечно. А ну, что придется ее треснуть. Давай. А что это такое? Маша? Маша, так, Маша. Как это сразу открою? Маш, ты видишь, там что-то говоришь. Что это? Маша, это же платье. А ну-ка, покажи. Это платье без капюшона. А это просто платье без капюшона. Вот это что это? С капюшоном. Красно твои бедра, Маня. Мария Захарьяшева или Литвинова. Свадьба прошла на уровне. Маша, почему я играла в носквички? Блин, вот это тупняк. Маша, дай, вот это я не всегда. Вот это был большой тупняк. Я очень не хотела. Видишь, штанишки не сыграть. А ну-ка, покажи маму. Маша, ты в тупняке? Я не знаю, кто такой Дима Абрамов. Я просто вообще не понимаю, о ком вы говорите. Я даже такого мужчины не видел на свадьбе. Он был вообще... Маша, а вот такой костюмчик как росли. Помнишь? Я хотела. Вот у тебя ты испортила, не такой костюм. О-о-о. Примеришь, идешь? Маш, а? Маш, а? Маш, а? Маш, а? Маш, а? Маш, какой красивый костюм. Я пойду померяю. Давай, ходи. Я пойду померяю. Сейчас я вернусь. Давай, примеряй. Всем здрасте. Ой, ну я, конечно, что-то не вижу. Что ты Маша видит? Не знаю. Ну, вообще ничего не вижу. Так, может быть, вот так поставлю. Все, не вижу. Так. Ничего не вижу. Маш, ты молод... Ой, извините. Маш, ты молодец. Маш, ты в тумане. Сейчас я протру ее этот. Сейчас, подождите. Какую сторону надо протирать? Переднюю или заднюю? Ну что? А так? Лучше? 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 Так, сейчас она идет. Мамулечка, приветик, приветик. Где заказывали? Маша заказывала. Так, все. Вы были? Нет, я не была. Ну, это же Машина подружка, Маечка. Какая-то загадочная. Маша говорит, ты какая-то загадочная, кто-то говорит. Скучали без... Нет, я не скучала, я с Ловой. А потом я все время в сторисе ее видела и наблюдала за сторисом. То ее посмотрю, то Марины Африки. И поэтому хорошо было. Машуль, ты где, доченька? Машуль, ты где? На, вот как красиво. Давай, покажи. Давай поставь. А цвет меняется здесь немножечко как-то. Сильно? Нет, не сильно. Хорошо меняется. Видишь, как-то тут сделала резиночка оригинальная. Резинка проходит, а сверху вот так вот. Цвет нежненький очень. Очень красиво. На самом деле. Может, ты очень хорошо макияж себе сделал? Чем-то таким лицом намазал, что оно у тебя так хорошо блестит. Да, это хорошо. А, ой, мне нравится. Давай садись. Садись на чем. Особо они у нас посылали. Так, время пол второго. Нам с тобой посадки. Я не понимаю. Я не понимаю. Привет, мои хорошие. Привет, мои родные. Привет, мои родные. Примере комбез-хакер. Слушайте, я не буду применять комбез-хакер, потому что на улице жара, а нам нужно сейчас уходить. Поэтому я... Выдумали? Да. Мне будет очень жарко. Маша устала. Я вам отмечу, где я покупала. Точнее, мне это привезли, подарили. Ну, очень круто. Ты сегодня очень красива. Спасибо. Я тебе сказал, ты очень хорошо выглядишь. Шикарно. Как ты Дима Брамов? Ну, кто такой? Вы прикалываетесь? Его не было на свадьбе. Кто этот мужчина? Выложи как-нибудь, как ты наносишь мейк. Ребят, я наношу мейк. Вот, клянусь вам, ровно, ровно три минуты. И все. Да, я пойду в этом, наверное, потому что на улице погода хорошая. Это загадочные. Что за слухи? Маш, мне кажется, Никита Ширяков очень добрый. Нет, он мне совершенно не нравится. Какая вам разница, переспали? Переспала, что вы в постель едите? Кто с кем спал? Ты у него постоянно спал? А-а-а! Подождите, это тот, который накачанный, да? Это вот вы мне про него спрашиваете, да? Был в очках такой... Подкачанный, правильно? Все вспомнила. Так, а что? Как он мне? Ну я... Да не мой типаж мужчины. Так, что? Юбка сзади не глаженная, конечно, потому что она была в пакете. Я еду отдавать платье, которое брала на прокат. Глазки прям блестят в Машуре. Так... Всем привет, привет, привет. Машуре, красотка. Вам понравилось, кстати, мое платье? Вчера весь день твою историю смотрела? Я смотрела. Чудесно выглядишь. Спасибо. Как тебе первое платье в мае? Ну очень такое одиозное, неожиданное, я бы так сказала. Красивые и сережки такие большие были. Мне прям понравилось. Я не ожидала, что она в таком платье выйдет. Передай мне привет. Передаю. Наверное, ухажер смотрит, вот и смущается. Какой из... А Рэй хоть заходил, я что вставил, вставил, вставил. Мне кажется, настолько вставил, что... С Витей было что-то, Пинчук тебя спалило. Неожиданно, да. Сегодня смотрел эфир Захарьяш. Он сказал, что Маша супер, жаль, что она на проект не вернется. Да, он мне писал вчера. Мы с ним переписывались. Он хороший парень, очень такой. Честно, вот многие ему там говорили, типа, Сереж, веди себя прилично, все дела. А мне наоборот понравилось то, что он так себя вел на свадьбе. Потому что как-то он разбавлял обстановку общую. Даже когда мы пришли на роспись на четвертый этаж. На открытом воздухе церемония. И Захарьяш такой сидит в этой шляпе и говорит... Как же он сказал? Говорит, ну что? Всем здравствуйте! Вот это, знаете... Всем здравствуйте! Вот эту шляпу то оденет, то снимет. И главное, что он всем говорит, вы знаете, у меня такой роскошный член 19 сантиметров. Я его стебала, короче, говорю... В каком положении он говорит... У меня вообще 19 это самый огонь. И небольшой больно не будет, и не маленький достанет. И он реально ходил и вот все свадьбы это рассказывал. Потом он мне подошел в конце и говорит... Сука! Посмотри, у меня Rolex хорошего качества. Ну, не оригинал, но дорогие. На этой руке у меня три браслета, тоже дорогие. У меня еще есть iPhone X Max за 120 тысяч. Снимает чехол и говорит... Дарю! Ну что тебе еще, сука, надо для того, чтобы ты была со мной? Я там просто... Потом достает презерватива два и говорит... Смотри! Я говорю... А зачем тебе размер XXL с 19 сантиметров? Он говорит... Ну как? Размер вот тот, который нужен. Короче, вы знаете, я там просто валялась. Он прям молодец. Молодец! Он в ударе был, в ударе. Ну, многим это не нравилось, а мне наоборот понравилось то, что он так все вел. Очень так, прикольно. А потом он такой... У Юли лежал букет на столе. И, значит, он подходит и говорит... Монтезир, это ваш букет? Да. Он берет этот букет и как его схерачит. Салют! Салют сделал мне из этих цветов. Юля возвращается. Одна упаковка от букета осталась. Она говорит, а где букет? Нет, Гриба. Ты с ним переспала или с Литвиновым? Нет, с Сережей не спала. Чего вы еще несете? Что у вас было с Витей? Я вообще не понимаю, с чего вы сделали, что что-то было. Мне это интересно. Маша, твой букет был самый идеальный. Спасибо. С кем ты кровать сломала? А почему вы думаете, что это я сломала с кем-то? Вот. С Литвиновым. Таня в прямом эфире сказала. Ой, хороший ответ. Зато весело. Да, было очень весело. Почему не было ведущих? Машуль, Сережа, тебя прощения просят? Да, он мне звонил вчера утром. Да, он мне звонил вчера утром. Да, он мне звонил вчера утром. Скал Маш, скажи, пожалуйста, я перегнула или нет. Маше что-то кушала сегодня. Маша, видите, я смотрю на свадь, мне кажется, нужно присмотреться друг к другу. Спасибо. Вы очень красивая девушка. Спасибо. Спасибо. Слушайте, хватит мне эти вопросы задавать, пожалуйста. Почему Бородиной не было? Ну, я даже не знаю, там мая всех гостей решала, кто будет из гостей. Я даже не знаю. Кто, кого, кто с кем? Где ты живешь? Я живу в Москве. Смотрела твое интервью, проследилась. Я сама проследилась, когда давала его. Очень тяжело мне было давать это интервью, если честно, потому что я слишком раскрылась. Вот в интервью. У Бородиной съемка была, поэтому не было. Как там Кристина? Все хорошо. Почему не было Гриценко? Но его не позвали на проект. Точнее, на проект, на свадьбу. Я так понимаю, потому что иначе бы по какой причине он не пришел. Как мне понравилась твоя прическа? Мне показалось, что было маловато начеса. Не знаю. Вернись на проект. Мам, меня на проект обратно зовут. Какой? Нудорного. Как ты считаешь, отеля нет? Ой, Маш, прям даже страшно. Там же Захарьяш. Он тебя там придушил уже немножко. Он тебе очень хороший. Ну, он хороший, Сережа. Он такой прикольный пацан. Ой, ты хороший, мой ты хороший. Я очень хочу целовать. Вова, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Не любит целовать тебя. Это, конечно. Нет, Ма, смотри, вот смотри. Вот он так любит полежать. Вот так любит. Покажи, как он любит полежать. Вот там покажи. Маш, ты вот так любит положить ручку. И ручку сложить. Видите, вот так, да. Лежу, лежу, мой хороший. Он такой высокий. Как свадьба понравилась? Не то слово. Ой, роскошная. Вот настоящий. Я просто клянусь, у меня не было ни на секунду ощущения, что я нахожусь под камерами. Я Майя спросила. Майя, скажи, пожалуйста, свадьба будет эфирно или нет? Мне, говорю, надо это знать. Она мне говорит, Маша, все будет сниматься и показываться на ТНТ. Просто настолько себя корректно вели все операторы, съемочная группа, что я ни разу не вспомнила, что я вообще нахожусь на съемочной площадке практически. Нас никто не переснимал. Никто ничего там не просил говорить. Ну, короче, очень хорошо. Когда у Марины свадьба? Надо уточнить. Вове операцию сделали. Передай привет Ставрополь. Ставрополь, привет. Привет. Я ухожу платье отдавать. Пинчук больше не общается, смысл без. Почему общается? Маша классно, на проект не придется. Печали в глазах. Слышишь? Маш, ждем тебя на проект просто такого типажа «Редко найти». Это не то слово. Не то слово «Редко найти», потому что я, конечно, еще тот кадр. Привет Таджикистану. Новый парень Алены. Очень хороший. Я Алену очень люблю, но у нас там такой казус произошел. «Она перепутала своего мужчину еще с одним мужчиной, который ко мне подошел, из которого мы танцевали в бедом маечке в ночном клубе. И она подумала, что я танцевала с ее мужчиной. Я говорю, слушай, пожалуйста, избавь меня от этого, говорю, я сдохну. Если еще мне скажут, что я к твоему мужчине подходила, то, говорю, это будет конец». Вот. А когда это было? Твои скрипки не хватало на свадьбе. Так, я сейчас тебя заблокирую. Ларченко, блокируем тебя, доченька. Что, она плох сказала? Да, я всех теперь блокирую, кто мне плохой говорит. Ну, это, понимаешь, есть люди просто адекватные какие-то вещи говорят. Ну, пускай они очень приятные, а есть просто неадекватные. И мне сказали, что ты вот иногда грубо общаешься. Я вот думаю, ну, иногда невозможно среагировать. Вот даже я уже. Невозможно иногда. Машут, ты же сидишь, на тебя свет падает. А лучше туда, может быть, здесь, чтобы на текст падал? Почему? Второй день был там же, где первый. Все же это. Потому что красиво. Дорожка была эта красная. Вообще. Мама, Оля, супер. Я со всеми общалась на свадьбе, дорогие друзья. Люди, кому? Поэтому все нормально. Ну, хочешь идти. Ну, что ты мне смотришь? Ты как? Хочешь? Хочешь? Я съела перчик с утра, да. Очень вкусная. Свадьба прошла на ура. Ну, ура. Принеси. 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 Так, мама, умничка. Да. Вообще, конечно, такую свадьбу я бы себе тоже хотела. Сколько стоит твое платье? Оно очень дорогое, но я его брала на прокат. Они в мою историю не видели, что там не только было платье. Там еще сережки. Да, там ночевали. Так, что еще? Сказать вот. Куда и Майя полетят? Не знаю, в Турцию, мне кажется. Звезды были? Звезды были? Ну, вы вообще сейчас обижаете. Я же там была. Там только и были. Подождите. Вы говорите, звезды были. А я вообще вам кто? Мне звезда, что ли? Комнат много. Считать, не пересчитать. Ну, что-то вот анекдот, я вчера рассказала. Говорит, дорогой, не вздумай смеяться, когда я упаду. Это же, говорит, лучше загадывай желание. Звезда упала. Понимаете, там одни звезды были. Вот клач у нее. Она не взяла. Ну, так получилось, что я случайно в сумочке у себя забыла. И сережечки вот такие. Так платье все было. Ну, что, хорошо так было бы. Ну, мам, у тебя совесть есть? Да? А зачем ты так сделала? Зато я пост сняла. То есть ты оставила себе все это, чтобы посты снимать? Да, ну, нет. Ну, это случайно получилось. Это случайно. Ты же знаешь, что это случайно. Со стороны невесты было много родственников. Я даже не знаю. Я никого не видела. Маш, по-моему. Кто? У Марине было обидно, что у них не так. В смысле? У Марины все будет. Я надеюсь. Я у них хочу еще погулять. Маш, что, понравилось гулять на свадьбе? Маш, что, понравилось гулять на свадьбе? М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Надо продолжить. Только я мам пила. Я боялась упасть в платье и чтобы с меня потом денег за браках не взяли лишнего. Я начало свадьбы держалась. Молодцом. до последнего. А, Захарьяш меня хотел покорить размером члена. Поэтому все время открывал ширинку и вытаскивал головку. в какой-то момент я ему говорю, это Вьеси, да? Он ручился от света. Он достал. Он реально, ты не понимаешь, это был член в трусах. Я думала, это галстук просто какой-то. У него цветной галстук. Стори. А что вы видите, у него все шикарно? Свадьбы на лям отбулял. Вновь свободен. Молот. Завидный жених. Надо шоу холостяк устроить на телевидении, и тогда бы ты к нему тоже пошла. Все бы пошли к нему, девочки. Да, я бы выстрелилась бы в очередь. Мама прям вот в очередь, блядь. Прости, Господи. Там, значит, одна мама. Мама. Мамша. 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 Там одна мама сказала, что она с девочкой своей смотрит. Не ругайся, а там ради меня и ради девочки. Таак. Ммм. Ммм. Очень кислое яблоко. Ничего ешь. Мамша. Мавку с удовольствием съел, кстати. Мне ещё. Ой, какой ужас. Кислое, да? На воле, на волye. На воле. Бля, все, я ухожу с эфира. Это красиво, я благодарю вас. Квартира наша, я погуляла на свадьбу, шикарно, просто роскошно, неожиданно роскошно. Дорогие друзья, что я вам могу сказать, моя такая счастливая, да, моя очень счастливая, я по ней вместе тоже была счаса, я когда пришла к ним в комнату, в брачную ложе их, это конечно шок, они как на пьедестале спали, значит, вот такой вот плоский пол на возвышении, вот такая вот кровать, со всех сторон софиты и окон. Здрасте, подожди, как софиты? Умай. Это когда, когда? Я думала, что у них комнаты, как у всех, но вчера ночью я решила подняться наверх, и когда я увидела их комнату, я охренела. А снять нельзя было? Мне было неудобно. Ну почему? Я не хотела. Ой. Это же интересно. Очень интересно. Заходя, что я так хорошо отзывался. Еще бы. Он в какой-то момент подошел, вот так взял меня за жопу, и говорит, ни хуя себе накачал. Он говорит, бля, ты что, год жопу качал? Он говорит, кто-то, я говорю, кто-то вкладывает деньги в недвижимость, а у меня все в жопу, бля, и еда в жопу, сука. И деньги в жопу. Моя главная инвестиция. Моя главная инвестиция. Главная инвестиция. Главная инвестиция. Если больше я заходила жопой, цены будет чем. А то на красную дорожку-то рожей входишь, а не жут. Зачем? Грудью. В моем случае. Я пошла на себя, так говорить, ты красавица была. Я пошла грудью, бля, а в жопу. Маша. Маша до слез ее. Все в жопу, блядь. Ой, прости, господи. Маликюр в жопе. Маликюр в жопе. Маликюр в жопе. Я больше не могу смеяться. Не надо, да. Да это хорошо иногда. Но достаточно. Вообще я вошла красиво. Что нахуй? Нет. Маша, я тебя просила, не ругайся, Маша. Сейчас я покажу, как он аккуратно с вилочки берет. Маша, Маша, покажи, как он с вилочки будет брать аккуратно. Да, Маша. Маша. Маш, покажи, как он с вилочки берет. Давай садись сюда. Давай. Давай. Прыгать, прыгать, прыгать. Давай. Ах. Ах. Молодец. Маша, покажи, как он с вилочки берет. аккуратно смотри не видно же марш вот твою девись ты немножечко показываешь себя смотри ну так не делай мне делать и красиво очень выглядит смотрите как он аккуратненько выбрать много тихонько верить вилочки и дели как дела аккуратно сейчас еще сиди сиди вообще сейчас лет чуть не оторвал ну что минута молчание прошло что вам рассказать про свадьбу что еще было это да это очень важная информация жарили какой-то мальчики виду стоит букет какой-то принес кому-то мне нет вот такой вот какой-то розовый большие это там девочки какой-то ромен накосячила принес а где он взял сказал да ладно вот это я понимаю лучше после таких косяков не приносить такие пакеты конечно чем машина нет больше не косичь свадьба пиар-компании теперь у всех любом из подписчики чего лица не позвали вот вы знаете вот весь вечер не поверите на свадьбу только и думала как же грецята сука не позвали а я как раздумал как хорошо что его нет но я тоже его не ждала да я тоже не хотела просто ты не замутил захарьяшим нет вот захарьяшим не замутил нет как-то вот не вышло не вышло он милашка или пинчук расскажи что что у ирочки все шикарно выглядела потрясающе вела себя очень достойно танцевала просто как последний раз и все в целом было прекрасно я вообще люблю чем не говорить я считаю очень хорошие что с литвином а что с ним не знаю что-то случилось он домой летел до вчера проводили с почестями а вот до самолета до самолет не пускают так что еще машинка доченька два часа время обеда и сна тихий час так я подарила букет и деньги этот волосатик изменил белые брысы я не хочу это вдаваться в подробности чего у них там было из-за чего ссора ой господи почему сколько денег подарила нет это не важно зачем но вы знаете для меня это было очень большая сумма честно скажу люди такие юмористы это вообще поспали немножко прилегли прилегли полежали привет привет когда поедешь в Нижний Новгород я не знаю почему сэм сказал что литвин в гей это такой прикол у них был я ему сказала зачем это прикольно а вот мне не нравится когда прикалывается это кто сказал да не написали на двери что литвинов у нас была комната моя литвинова я подхожу говорю зачем это написать на комнате они как мы прикалываемся так нет это было заваляемой да я знаю валера просто понимаешь вот вроде взрослая такой дебил да нет он вообще мне просто такие вещи вообще нельзя прикалываться особенно нельзя прикалываться над женщинами он что не понимает что у него ребенок девочка растет который станет потом девушкой женщины ужас просто на свадьбе весь свет же отключился в курсе да я видела в столе это вот было на протяжении 15 минут а чего ну кто выдержит 550 камер тнт какие люди из голливуда на это слово это было самое красивое на свадьбе частенько взгляд со стороны по стиму честно взгляд со стороны спасибо большое спасибо приятно да я считаю что блюменкранц ведет себя просто отвратительно его шутки они очень мерзкие и пошлые и так себе вести нельзя можно шутить но как я вот я шучу всегда уже видно никого не обижаю а он знаете мне прям стыдно он какой-то очень стал циничный и отвратительный он только стать и был хорошим кто букет свою бальсевич к сожалению а говорили что ирина михайловна поймала кусочек какой-то этого букета нет когда мы тебя видим невесты не знаю я готова маша а потом у тебя каким-то образом этот букет показался валера вообще не подходил к или ни разу рапа не было потому что она осталась дома у нее же дочечка маленькая платье обладение все было спасибо я в нем еле ходила и все время боялась что что-то с ним сделаю и нет не верну обратно в прокат что с тобой мама что со мной все шикарно что не так ебан что не так все там все хорошо все шикарно маш так дорогие друзья я вас очень всех люблю отслуживаю я поехала алена была с ребенком да и со своим мужчиной слушаю он держал ребеночку уже с ним был все время вообще очень хороший парень и алена с ним счастливым потому что борисевич меня оставил букет она же как это называется мне не нам не оставила букет а потом вернулась забрала потом да ну конечно клава кока слышь отъебись маш это клава кока поют нужно же не поет это это слово там же дети смотрит так дорогие друзья я вас всех люблю до встречи выдачусь позже эфир